Избирательные участки в Ненецком округе открылись в 8 часов утра. На открытии избирательного участка номер 46, который расположен во Дворце культуры Арктика, следила моя коллега Надежда Качегова. За полчаса до открытия на избирательном участке идут последние приготовления. Члены комиссии проверяют документацию, сверяют данные голосующих, адреса и готовятся принимать избирателей. На участке к этому времени также размещена вся необходимая информация. Это плакаты со списком кандидатов и краткой биографией каждого претендента на пост главы государства. У входа в кабинку расположен и образец бюллетеня с подробной инструкцией процедуры голосования. Ровно в 8 часов утра без малейшей задержки сотрудник полиции открывает дверь избирательного участка. Первые голосующие в это время уже ожидали на крыльце. С паспортами наринмарцы проходят регистрацию. Кстати, первой избирательницей на этом участке стала жительница города Елена Талеева. Я сегодня на работе, но взяла открепительное удостоверение, или как это теперь говорится, и проголосовала. Всего на 46-м участке зарегистрировано 353 избирателя. По сравнению с другими городскими пунктами, голосование – это самый малочисленный участок. Но в этом году к основному списку избирателей добавились и те, кто отписался от места регистрации. Прикрепились к нашему участку по заявлениям, вернее, по простым заявлениям, 475 человек. То есть итого у вас почти тысячи избирателей? 792 избирателя. Тем временем избирателей на участке становится все больше. Наринмарцы уверенно делают свой выбор. Столько знакомитесь с кандидатами? Нет, я уже проголосовала. Просто информацию, так сказать, кое-какую о кандидатах не знала. Сейчас решила просто почитать для себя. Но оно не решающее. Кстати, в течение всего дня на участках будут работать и волонтеры акции, которые организовала фотостудия «Блиц». Люди приходят проголосовать, подходят. Можно сфотографироваться, выкладываться в соцсети с хэштегом «Голос нам 2018». И кто больше наберет лайков, тот выиграет. За ходом голосования с самого утра также следят наблюдатели. Это представители политических партий и общественных организаций Нининского округа. Ну а за безопасность, конечно же, отвечают сотрудники полиции, Росгвардии и представители главного управления МЧС. Продолжение следует...